Всех приветствую на своем канале. Я сегодня вернулась из Белоруссии и как бы это наверное видео будет частично вот у меня там есть видео сейчас загружается одно о моем номере обзора я сделала номер очень хорошая шикарная гостиница мне даже попалась в этот раз в одноместном номере ванны раньше попадались исключительно душ даже допустим в том же Таллине в номере был душ хотя ванная комната была очень большая в этот раз была ванна я даже в ней вчера уже позавчера полежала и у меня там есть обзор покупок в гуме плюс говорилка ну там еще всякая фигня я уже точно не помню что там говорила и они сейчас оба грузятся на канал и вот сейчас у меня просто будет еще небольшой обзор еще двух моих покупок косметических это я уже просто дотрачивала свои белорусские деньги потому что в принципе обменивать там какие-то 5-7-10 рублей было во-первых это геморро ждать там очередь и еще что-то в обменнике во-вторых ну в принципе можно привезти что-то с собой полезное нужное но потом используется хотя моя тетушка сегодня увидев это всю эту батарею основную батарею вы увидите в том видео если вам интересно конечно и вы решите посмотреть там называться босс карца гум кстати вот была я в гуме как раз и она сказала у тебя же столько косметики зачем ты еще привезла неужели мало и там было два крема которые я думала может подарить аленке при встрече помняшках или еще что-то кажется об этом даже говорила в видео но на самом деле этот крем я подарила своей тетушке потому что то что я привезла ей в роли сувенира оказалось не совсем покатило теперь это у меня пополнит мой личный бар в шкафу который стоит стоит и есть не бросит у меня кажется еще с прошлого года есть какой-то белорусский кажется бальзам не открытый он так и стоит и стоит и стоит наравне с карельским но карельский иногда добавляю черный чай так в общем это у нас соответственно косметика белорусская были еще салфеточки польские влажные но они у меня уже все израсходовались во время моего путешествия и на нашем яру-бултуровском автобусе и потом уже от ярика до углича это белита календула гель очищающий для умывания для комбинированной жирной кожи глубоко очищает уменьшает поры устраняет жирный близко и не пересушивает кожу природная сила растений вот такой вот тюбичек флакончик 200 миллилитров сделан он в апреле этого года и срок годности у него 24 месяца тут у нас составе лимонград гомомелис еще какая-то какой-то там комплекс календула вспейте в ладонях с помощью небольшого количества воды и нанесите на кожу мягкими массажными движениями тщательно смойте водой в общем я это буду пользоваться это я себе купила любимой хотя у меня уже пенка это вторая будет или треть потому что еще есть ивановская аленка которую мне подарила с липой тоже пенка и вот такую вещь на нее была скидка я тупо высчитывала свои пять с лишним мне было кажется 5 рублей 96 или 95 ну 90 с чем-то этих копеек причем там и старые деньги и новые у меня осталось несколько старых монет некоторые монеты уже не ну не пользуются нет их в обиходе это 50 рублей старыми белорусскими рублями и в общем я решила их оставить на сувениры себе там часть женьки но еще что-то останется если у кого-то возникнет желание со мной там поменяться или с той девочкой с которой обещала поменяться как раз по поводу и фрошек отца Наташа и если ей вдруг захочется то я могу послать чисто так бонусом одну из бумажечек в общем это тоже белита уход за ногами очищает снимает усталость смягчает гигиена вечерняя ванночка для ног с ароматом натуральных эфирных масел думаю сегодня я ее опробую 250 миллилитров накатся стоило по скидке 1 рубль 95 копеек белорусских это где-то ну грубо говоря 60 может рублей если переводить на наши деньги на рубли в смысле российские это я тоже около того около двух рублей стоила просто не помню уже сколько конкретно ну в общем это такая небольшая у меня покупочка то что у меня осталось себе купила я мы были в полоске вчера в софийском соборе и там в общем есть орган орган мы конечно не послушали но у меня была возможность приобрести вот такой вот диск сейчас он у меня не поверите у меня что-то привод нековский не фурычит ну в принципе он давно немножко глючит но я очень давно ему не пользовалась и именно сегодня вот лезьте в компьютер в систему лаза почему-то не подходит почему он не открывается где что-то отошло мне как-то лень я просто достала со шкафа вон того верхнего с самого верха этот магнитофон диск воспроизводящий и включила ну я не знаю какой мне очень нравится орган органная музыка органом производящаяся и тут в общем у нас в основном да вот бах тут в основном еще что-то и где-то должна еще петь Ксения Погорелая это какая-то белорусская павица вот такой вот в общем мне он нравится я покупала за 4 рубля 55 копеек у меня как раз там вся мелочь ушла и именно тогда я узнала что 2 по 50 уже не кошерно и моя соседка это Татьяна это Цана кстати на этом на белорусском там вместо Т пишется 2 Ц и Я мы с ней очень дружились и она живет в Ярославле и думаю мы с ней будем дальше общаться ну хотя она мне прилично так старше но довольно интересная женщина в общем вообще классная поездка классный автобус классная соседка отменный одноместный номер хороший в общем нас вкусно кормили хорошие экскурсии отличные гиды отличные сопровождающие даже несмотря на то что я немножко там склеила ласт в первый день бытия в Минске как показалось у меня был тепловой удар но мне уже вежливо ну советовали там брать с собой воду и шляпу товарищ с которым я сейчас общаюсь ну и вообще люди там это побеспокоились ну и мне очень помогла наша гид и на ресепшене короче в общем шикарная такая экскурсия и вообще я рыбал тура с каждым разом все лучше и лучше ну если вы если вдруг кто-то меня смотрит из Ярославской области то я вам советую использовать именно я рыбал тур они молодцы супер вообще в общем эту вафельку я покупала вот эти две вафельки в Полоцке там какая-то кафешка рядом с монастырем в котором мы в самом начале заходили женские не помню название там надо смотреть просто по программе но программа у меня убрана и там мне было предложение сегодня на мыло мне поступило от девочки по поводу смр вместе с записать я так поняла двойное видео я пишу на нее ссылку она пишет на меня Аленка так делала с кем-то там по косметике я просто не рада такого не делала ну в общем любители смр я подозреваю что вас ждет какой-то там сюрприз на какую тему я еще не знаю потому что у меня ближайшие две недели будет перевод перевод редакт перевод редакт в нашей рендропс и вот буквально завтрашнего дня я сажусь за ежиком потому что там как только я куда-то уезжаю так вечно что случается какая-то неведомая редиска хотела захапать нашего ёжика но я уже вылезла в беседку поздно вечером вай фай кстати тоже отличный в Минской в этой гостинице спутник ну и в общем там уже вылезла когда уже все закончилось и закончилось все хорошо в общем я купила две в Африке ну так как я очкарика продавщица несколько такая ну грубоватая мне попалась продавщица там такое кафе было можно было что-то покушать купить да и вкусное там с чаем или можно было с собой что-то взять в общем я купила две в Африки одна у меня в Африка попалась на фруктозе как сказала моя соседка ну полезная не по толстыше вафли за бута с фундуком и трубями на фруктозе мне ничего не ну по крайней мере вот так вот осознанно не ела на фруктозе хотя одно время у меня был маразм я там это ела какие-то подсластители типа худела откуда дальше худеть не знаю так и видьба вафли семка халвич с арахисовой халвой ну это я себе потому что маленькое печенье еще там одно привезла апельсиновое мелочь там отдала еще у меня пара блокнотиков один на Ленке пойдет другой моей знакомой Лене свечка у меня еще есть я в контакте написала типа кто хочет свечку в роли сувенира в общем я ее брала сначала для Маши но Маша что-то от сувениров в этот раз отказалась ну да хозяин барин у меня останется в общем на мне вот этот вот ободочек кстати покупала это оба в дудусках это стоило десять тысяч рупий по-моему один руб а это тринадцать рупий то бишь то бишь сто тридцать рублей тысяч рублей отдала как раз старые свои деньги белорусские потому что я поехала совершенно даже не удосужилась почитать что там у нас в Беларуси оказалось что там у них нули ушли ну и вообще деньги вроде как-то немножко другие и цены чуть-чуть изменились но да не суть в общем я так спонтанно начала хотела вообще делать вот этот вот обзор вот этого всего только двух этих продуктов но как-то я все говорю 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 в общем я очень довольна хотя может быть там кому-то покатится по моему голосу что я недовольна на самом деле я очень устала потому что у нас был ночной переезд хоть я и вырубилась в автобусе но все равно это тяжело у меня оказалось ноги текли моя тетушка заметила я думала чего это они так растолстели внезапно и да кстати есть какая-то очень крутая столовая на 300 каком-то километре от Москвы по кольцевой кажется дороги в общем очень вкусная столовая там вот это какой-то такой Советский Союз мы в 12 часов туда приехали ночью и очень вкусно покушали короче говоря что я на 202 с копейками да 202.10 там у меня было какой-то лимонадик второе и салатики очень довольно вкусно так и сытно ну то если вдруг вы куда-то поедете и будете в тех местах и увидите то заходите туда и кушайте с удовольствием и не раздумывая тогда ну и там соответственно у меня комменты всякие я постараюсь их все в ближайшее время прочитать все что там меня просили по поводу приветов я их записываю на листочек традиционно что еще не увидела то запишу что увидела уже записала какие-то комменты негативные мне просто сейчас совершенно некогда их читать но вообще почти все комментарии что вы мне писали на мыле у меня отображались и я читала по мере возможности хотя у меня в мыле не все отображается не полностью если он большой комментарий то он уже так многоточием идет и вот сейчас я понимаю что у меня как-то отходяк от автобуса и такое ощущение знаете как вы по метро едете да вот так вот тык-тык-тык-тык или на корабле едете потому что сказать плыть на корабле это неправильно плывет что у нас плывет по реке дерьмо и в общем по Минску мы там с девочкой одной гуляли с Наташей она с автобуса была ну просто с автобуса вместе она из Ярославля не спросила никаких ее данных координат и мы с ней и на автобусе покатались и пешком проходили по Минску и в музее военной славы ну как-то он может по-другому называется были это уже своим ходом и в метро в общем нам не собираться на воздух потому что довольно мы кстати туда привезли в Беларусь как нам сказали тепло из теплом уехали не знаю как сейчас погода в Беларуси но как я уезжала тут была жара и вот так осталось хоть прогнозировал на интернет что будет дождь в Беларуси никакого дождя не было по крайней мере мы на него не попали в общем ну и наверное на этом все если вы досмотрели до конца и вам это было чем-то интересно полезно и тому подобное как по традиции говорится то я очень рада пишите комменты любой тематики ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока